Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем обсуждать проблемы сердечной недостаточности у лиц старческого возраста. И сегодня попробуем с вами поговорить о диагностических аспектах заболевания. Итак, особенности сердца в старческом возрасте. На состояние сердца влияет несколько важных факторов. В первую очередь это возраст, конечно. Конечно, наличие заболеваний сердца, частота которых заметно возрастает с увеличением продолжительности жизни. Перегрузка миокарда, нередко связанная с артериальной гипертонией или дегенеративным ортальным стенозом. Ну и также на состояние сердца могут влиять и сопутствующие несердечные коморбидные заболевания. Ну, например, хроническая обструктивная болезнь легких, дисфункция почек и так далее. В чём особенности сердца в старческом возрасте? Стенка толстая, но не за счёт массы миокарда. Число кардиомиоцитов уменьшается. А сами кардиомиоциты гипертрофируются. Кроме того, уменьшается число коронарных капилляров, что снижает возможности коронарного кровоснабжения. Увеличивается, соответственно, коллаген и жёсткость левого желудочка. И нередко мы встречаем амилоидоз сердца. Здесь вы видите обычную классификацию сердечной недостаточности по фракции выброса, по течению, по тяжести. Ну и в России используется стадийность заболевания, достаточно удобная в практическом плане. Хочу обратить особое внимание, что заметное усиление сердечной недостаточности, или, как мы называем её, декомпенсации, относятся к острой сердечной недостаточности. Поэтому нельзя использовать традиционные классификации по функциональным классам, по стадиям, которые применяются всё-таки при стабильном течении заболевания. Педемиология. Конечно, очевидно, что распространённость сердечной недостаточности возрастает с увеличением продолжительности жизни. Но не надо преувеличивать проблему. В среднем у пациентов старше 80 лет частота сердечной недостаточности регистрируется примерно в 12%. Это значит, не надо при любой утомляемости или одышке у пациента при подъёме по лестнице диагностировать сердечную недостаточность. Значит, доля стариков среди пациентов сердечной недостаточности составляет почти половину. То есть это заболевание относится к заболеваниям всё-таки старших возрастных групп. Чем старше возраст, тем выше доля симптомной дисфункции левого желудочка, или, как её называют обычно, сердечной недостаточности. Несмотря на то, что основное внимание уделяется сердечной недостаточности, распространённость дисфункции левого желудочка бессимптомной значительно выше. У 80-летних пациентов после госпитализации с декомпенсацией сердечной недостаточности продолжительность жизни небольшая. Поэтому нужно особое внимание уделить лечению этой подгруппы пациентов, используя активные медикаменты, которые увеличивают продолжительность жизни. Выделяют среди причин сердечной недостаточности ишемическую кардиомиопатию, доминирующую форму, которая связана с коронарной болезнью сердца, инфарктом миокарда, болезни клапанов сердца, в первую очередь это стыну сортального клапана, ну и большая группа нешемических кардиомиопатий, где следует особо отметить амилоидоз сердца. Ну вот более подробно разные варианты заболеваний сердца, приводящие к сердечной недостаточности. И в первую очередь это дилатационная кардиомиопатия и, конечно, ишемическая, которая обычно разбирается в разделе коронарной болезни сердца. Кроме заболеваний сердца, связанных с поражением миокарда, существует еще перегрузка миокарда, которая обусловлена либо заболеванием клапанов сердца, артериальной гипертензией. Бывает тахиоритмическая кардиомиопатия или ассоциированная с частыми желудочковыми экстрасистолами. Среди особенностей сердечной недостаточности у стариков следует подчеркнуть, что преимущественно это женщины, потому что мужчины уже к этому времени умирают от коронарной болезни сердца в первую очередь. У женщин доминирует артериальная гипертония и, естественно, что при этой форме фракция выброса левого желудочка обычно сохраненная. И сложности создает многочисленная коморбидность. Соответственно, чем старше возраст, тем выше частота госпитализации, сердечной недостаточности, риски сердечно-сосудистых событий и смертности. Очень важное значение имеет умение беседовать с пожилыми и пациентами, со стариками. И нужно подчеркнуть особую чувствительность их к вниманию, сочувствию и сопереживанию. Поскольку когнитивные возможности снижены, поэтому вопросы очень простые и ответы ясные, понятные. Можно несколько раз повторить важную идею. Нужно понять, что хочет пациент. Хочет увеличить продолжительность жизни на 6 месяцев в течение ближайших 10 лет. Или он ожидает улучшения качества жизни. Поэтому нужно сосредоточиться на симптомах и оказывать психотерапевтическую поддержку небольшую по ходу беседы. Хотя информативность клинических симптомов невысока, имеется в виду, что они не специфичны все, но опытный врач, конечно, понимает по совокупности симптомов, по их характеристикам, что это именно сердечная недостаточность. Тем не менее, атипичная клиника нередко вызывает затруднения в диагностике. Важно отметить большую роль коморбидности у стариков как сердечной. Более детально, кстати, коморбидность обсуждается в книжке моей «Лечение болезни в условиях коморбидности», которая уже издана в 11-й раз. В прошлом году Геотармедия выпустила очередное издание. Ну и, конечно, несердечная коморбидность, включая и хроническую обструктивную болезнь, и артрозы, которые требуют приема нестероидных противоспалительных препаратов, и снижения функций почек. Нужно учитывать фармакокинетику препаратов, наличие нередко диабета, депрессии, деменции, старческой астении и так далее. Важно понимать, что для распространенных симптомов могут быть и несердечные причины. Часто мы имеем дело комбинированное проявление. Например, одышка при нагрузке связана как с сердечной недостаточностью, так и с обструктивной болезнью легких. С тем, что пациенты не ходят, не двигаются. Вот, имеется повреждение легких. Периферические отеки могут быть обусловлены не только сердечной недостаточностью, могут быть связаны гипопротеиномией, например, дисфункцией почек, приемом гигидроперидинов, ожирением и так далее. Очень распространенная является фактически стандартной классификацией сердечной недостаточности. У них она простая, связана с появлением одышки и утомляемости в зависимости от той нагрузки, которую выполняет пациент. Если мы хотим более точно оценить ситуацию и отследить ее динамику, и пациент готов пойти на сотрудничество и обладает соответствующими возможностями, можно использовать это с 6-минутной ходьбы. В диагностике амбулаторные у пациентов обязательно для правильного введения дневничок давления пульса массы тела. Периодически делается эхокардиография и электрокардиография. Очень важное значение имеет мониторинг массы тела, по которому можно своевременно увидеть снижение эффективности лечения, не обострения заболеваний и принять соответствующие меры. Что касается других методов, то они не всегда используются, включая холтеровское мониторирование. При диагностике госпитализированных пациентов сюда добавляется пульсоксиметрия. Также важное значение имеет частый контроль массы тела, поскольку проводится активная диуретическая терапия. По показаниям делаются другие тесты. Хочу обратить внимание, что фракция выброса левого желудка должна рассчитываться только по Симпсону, потому что из формулы Тегольца обычно завышает на 10-15% показатели. И промежуточная фракция выброса фактически приравнивается к сохраненной. В старческом возрасте у мужчин преобладает сниженная фракция выброса, у женщин сохраненная, что связано с ишемической болезнью сердца. Важно понимать, что низкая фракция выброса – это не значит, что она останется. Если мы проводим активное лечение, есть потенциал в сердце, она может заметно и возрасти. С увеличением возраста доля сердечно-недостаточно сохраненной фракции выброса возрастает, потому что умирают пациенты со сниженной фракцией выброса. Особенности сердечно-недостаточно сохраненной фракции выброса здесь представлены. Это преобладание женщин с гипертонией, с гипертрофией левого желудочка, артальность и нос. И нередко в связи с тем, что увеличивается жесткость миокарда левого желудочка, возрастает перегрузка на предсерги и повышается частота фибрилляции предсерги. Надо отметить, что 5-летняя выживаемость не зависит от фракции выброса, то есть она невысокая при любой фракции выброса, если имеются симптомы сердечной недостаточности. Нередко нам помогает мозговой натриуретический пептид, особенно при неясной одышке. Он повышается при перегрузке миокарда, то есть миокард предсердия желудочка выделяет это вещество, которое увеличивает диурез, расширяет сосуды и таким образом является компенсаторным механизмом при борьбе с этим заболеванием. Важно отметить, что мозговой натриуретический пептид имеет градации диагностических зависимостей от возраста. Здесь представлен последний вариант. Видите, что у пациентов старше 70 лет для определенности сердечной недостаточности нужен уровень 1800 и более. Точность диагностики сердечной недостаточности с помощью мозгового натриуретического пептида у старческого возраста пациентов снижается, но это очевидно, потому что много других причин для повышения этого вещества. У пациентов до 75 лет использование мозгового натриуретического пептида может снизить смертность, частоту госпитализации, да и у ряда пациентов более старшего возраста он нередко помогает оптимально вести пациентов. Хочу обратить внимание, что знание прогноза, ожидаемой продолжительности жизни, частоты госпитализации может существенно оптимизировать программу ведения пациентов, поэтому знание шкал, понимание их требуется для врача современного, очевидно. Ну вот здесь представлена книга, уже третье издание прогнозирования шкалы в медицине, где подробно разбирается суть этих шкал, преимущества их ограничений, включая и состояние, связанное с острой хронической сердечной недостаточностью. По классификации шкал обращаю внимание на СИС-статистику, то есть насколько шкала эффективно различает группы низкого, среднего и высокого риска. Но считается, что шкала приемлемая, если имеется хотя бы средняя разграничительная способность, ну а лучше, чтобы СИС-статистика превышала 0,8. Это наиболее популярная шкала прогнозирования при декомпенсации, при хронической стабильной сердечной недостаточности. Вот так можно использовать шкалы для выбора лечебной программы. Ну то есть чем выше риск, тем более активное, агрессивное лечение используется при острой, стабильной сердечной недостаточности. Особое внимание я хочу обратить на милоидоз сердца от накопления аномальных белков в тканях. Среди формы милоидоза нас будет интересовать транстеритиновый милоидоз дикого типа, который чаще всего встречается у стариков и поражает в основном сердце. Эти белки синтезируются в печени и достаточно часто выявляются при аутопсии. Конечно, если мы хотим надежно подтвердить это заболевание, то можно провести биопсию миокарда. Когда следует заподозрить, когда имеется сердечная недостаточность, а фракция выброса нормальная. Толстая стенка левого желудочка. Ну вот здесь представлены особенности клинические. То есть имеется в виду, что быстро и выраженно прогрессирует сердечный недостач, особенно правожелудочковые. Пациенты не переносят традиционные препараты, нередко может быть более-менее в пальцах кисти связаны с карпальным туннельным синдромом. Встречается необъяснимая выраженная периферическая нейропатия. При диагностике используются разные методы исследования. На электрокардиограмме можно видеть низкий вольтаж, QRS, аномальный, кузубец. Необъяснимое выраженное нарушение проводимости. При их кардиографии утолщение стенки левого желудочка при отсутствии дилатации камеры. Также анилоид может накапливаться в клапанах сердца, они могут быть утолщены. Ну и выявляется рестриктивное наполнение левого желудочка с увеличением волны Е и снижением волны А. Предсердие расширяется, поскольку левый желудочек функционирует неадекватно, может ранний выпад в перекармливать. Ну вот здесь вам представлены картинки, кардиографические, включая и топлерографию с преобладанием волны Е над волной А. Но наиболее надежный метод, все-таки неинвазивный, это магнитно-резонансная томография, где выявляется диффузное субандокардиальное, или трансмуральное, позднее гадариневое усиление. Мы говорим более активно в последнее время об этом заболевании, потому что есть препарат, который замедляет развитие амилоидозы. Это тофамидис, который одобрен ФДА и используется для лечения этой болезни. Лечение сердечной недостаточно, в основном это борьба с задержкой жидкости. Можно использовать катетерную абляцию, поскольку левый желудочек работает плохо, а если выключается еще и предсердие, то ситуация заметно усугубляется. В тяжелых случаях возможно рассмотреть имплантацию сердца. Ну вот мы попробовали еще одну камеру и новую методику для записи видео-лекции. И представляем этот вариант на ваш суд. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok